ЛИВОНСКОЙ ВОЙНО Помните, у минулой передачи Расповедал я вам про эти страшные подеи Про захоп Полоцку Про страшного российского монстра Не российского такого, а москальского монстра Цара Ивана Васильевича Какого наш народ называл жахливым А русский народ называл чемусь цегрозным Захопили Полоцек Вырешили, что раз Полоцек захопили То справа уже сделана И можно идти далей Что все князь в их руках Пили, гуляли Иван Васильевич и еще А уже новые мапы загадал Малевать Хотя там и не было, наверное, их мапы Нет, они какие были Ну, короче, загадал писать, что все это ягоно Все классно От разу, как захопили Полоцек На Полоцке Почали бы давать такие Форпосты Такие фортеции Якие муслили быть неприступными И муслили баранить От наших, от великого князства вояров Босполоску уж всех повесеряли По Москве А заселили иншими И эти фортеции муслили баранить 50 от прошлых теперь уже Личвинов Ну и вот в певный момент Калифортеции были сбудованы Полоцек, казалось бы, кончатково был в руках Московских вояров Московского цара Кривожирного Ивана Васильевича Это Иван Васильевич Полоцкому навеснику воеводу Петру Шуйскому Загадывая Рушить на Оршу А туль далей на Менск И на Ваградок И всю эту Литву Отдать огню и мечу Ну что, это Шуйский изробил И настолько наш Петро Бы упевнен в своей непереможности Вот им, что все уже взломано На завсёды Супротив этих Литвинов Уже все И шли они так, как на пикник И они взяли панциры все Все свое железе поздымали И особенно на вазах это все ехало Они шли вообще на подпитку веселое Палили Ели тут же на месте Раскладали в огнище И шли жартовали Зимой женщины так само легкие поводины ушли Коротей так весело Идуть себе Идуть И тут Миколай родивил раптом С отборной конницей Выходить на их Как подумайте, что здарилось После такой встречи Когда идут веселые, пьяные С женщинами хлопцы У количества 25 тысяч Неподрактованные до боя Упевненные в своей перемозе Кали не ось потом Але не сегодня Потому что сегодня не может быть никакой войны Сегодня мы идем Ну и ясно, что 9 тысяч полегли 9 тысяч уже утопились у Раце Улі На выходе, до речи Наш великий Миколай Радзивилл З города Лукомляка выведали И на этой улице Отбылась нарешті Жудесная бойка После которой изменился Ход этой жудесной и дикой войны Потому что царь был уверен Что взявши Полоцак Он возьмет и все князство А тут так расслабился Мы уже сказали По передних передачах Николай не треба Перебольшевать свои можливости Николай не треба Один раз ты перемог Пофарбовавась нормально А наступного года расслабився Допустил помылки у фарбованни Нигде не потрапила фарба И все Зайцы пожирали кору Щайкая жемера Не потребна и древаням А захворела и померла Вот так и с тым Петром Шуйским Петрах это видно Гадарычи Меж іншим Да регулярного войска В Радзивиловске Да у этой отборной конницы Пригинались местовые жахеры И просто сякерами Своими там некими косами Поклали так само Багато у тикачов Ну заодно можно было И что-то нарабовать у этих людей После такой чудесной поразы Они отступили А Иван Жахливый Как он за все это любил Приперся в вязницу И почал нишчить Полоцкий полон Так вот Было снарушено Некольких людей А может и десятков людей Забил И тогда уже Отлегло Потом пошел в церковь Помолился У двоя отлягло Ну и пошел далей А что далей Далей были такие Часы неких перемогов Часы перемогов Это что такое Наши говорят Отдайте полоцк назад Он не ваш Ты говорят Мы уже взяли Нет Он наш Потому что вы Ущемляете правы Православного насильництва Ну а наши говорят Знову проезжают Отдайте калиласка полоцк Это не от дамо Отдайте калиласка нам Надворот Торшу Менске намаграды Не мы не от дамо Ну тогда дайте рыгу Мы не от дамо Дайте полоцк Не от дамо Вот так оно Иде 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 оно годами Иде оно годами А шпакуй Не обрали Королем польским Великим князем литовским Иштвана Баторы Гадомого У белорусской истории Як Степана Батуру Это был вельми действенный Энергичный человек Походил он З Угорщины Ну и наше Разумеет Что без польской Допомоги Хочешь за все У нас не отрмается Супростоять В этой Навале У сходу А покольки не отрмается Треба што это робить Поляки Так само И супростоять Войсти в такую Большую Щильную Щильное объединание И в 1569 Годе Подписываются Славутая Люблинская вуния Простворение Речи посполитой Або двух народов Тобок мы уже Иснуем там Як полноправная Повновартостная частка В этой Речи посполитой Але безумовно Это внесло нам Крышечку такого Полянизации Скажем Мягко И культурного Потому что Наступствую Гэтой вунии Были такие Што шляхта Полянизовалась Перешла Цалковно-польскую мову Польская мова Зрабилась и модной И Наступствую Гэтой Потом Долго и долго Давались и узнаки Нам Ну и такое Створилось Державное объединение Царь зразумев Что Цепер уже И он Отримулись Воюет В Речи посполитой Хотя Первым часом Поляки Особливо Не допомогали В этой войне Нашим А левось Коли Завився Нарешті Импэтный Амбитный Великий князь Литовский Польский Степан Батура Тады Ситуация Кардинально Изменилась Трэбаш Белись дрэвым Заодно Этой Уводит Тебе У разумную Такую Позитивную Медитацию Думаешь Ни про что Не думаешь Думаешь Про вечное Про Венчик Святла А сам Фарбуешь Сабе Добрую справу Робишь А думаешь Ну вот Саправды С гэтым Дрэвым У нас Усё А с гэтой Передачей Яшы не Усё Заодно Мы Попробовали Ладны Ковалы Кзямлі Хмызов Травы Прыгожа Трымалась Авангард Белорусский Трэдацый Авангард Степан Батура Выбитная Историчная Постать Видите Он шмап Чого доброго Нарабил Для великого Гнязства Литовского И нават Свою Резиденци Обрал Краков А Гародню Ось так Степан Батура Жив И працавав У Городні Выправляючася Урозно Кшталту Замежное Командаванне Наприклад Отбить Полацак Ци Узять Вялиш Ци Паспробовать Узять Псков А так Резиденция У Яго Была У Городні У Замку Старым Витовта З якого Ян зробил Йон Не не замок Зробил У замку Старым Витовта З якого Великий Степан Батура Зробил Собі Новую Ренесансовую Резиденцию Дзе можна було Примать Замежные Делегації Проводять Семінари Концерты Конкурсы Виконавців Патриотичной Пєсні Молодих Диплематичные Рауты Сустречі С Шведским Абасадором Стефаном Наприклад Ериксоном Ну Вось такі Такі речі Він проводив Што б я не робив Што б я не ел Што б я не пів Весь час думав Про вертання Полацка І Полацких землі Тому што Ну як гэта Вось ян сядзіць У горадні Там Чиста Светла Тепла Все класна А Полацк шаш У лапах Московского царства Склепав ян Велікае войска 40 тисяч На той час Гэта було Досыць шмат Зумовно Былі там Рыцары Вугорського Немецкого Польського Іншых Авропейських Паходження І вось яны Ой Засыхає Зараз да расповідаю вам Пайду знову білядіць Пайшлі аны І цягам Жорсткай вельмі І цяжкай вельмі Аблогі Адваявалі Наш славний Горад Полацк Адваявалі І навад узяли Быццем бі Непрыступны Всі гэтай фортець Што набудавалі Москавіты Вакол Полацку Каб стрімлювай Такіх вось Неаурымслівых людзей Як наш герой Степан Батуров Не стрімалі Адвіл на те територію Які Яшэ завоявалі Івана Жахліва Всю адбілі І тут вирішов іон І Пскоў так само Очістіть Москавські навалы Падышоў під Пскоў Стояв там стояв Нічо не отрымлівася Ну кораці Не отрымалася Зняв облогу І таде яны підписалі Мірнае пагадненні З Росеї Пути з Москвою З москавські державы Папісалі яны Пагадненні Про тоя што Хай застаеце все так Все було неправильно Сказали москавіты Мы помылилися Інфлянцы здаюцца Ваше Все нормально Эти полоцек Ні спрадвечна Москавські хворот Ваше Хай все так і буде Халер Халері а губяры Сказали ады Ну па свойму сказали Да па што ўна цва Чёрт Вот так ана сказали Іх ще отдали назад Быцем бы все Устрівалася назад І все класно А для нас далеко Не все було класно По-перше шмат Вельмі людзей загінуло Просто там як завсёду У нас кожна четверта Кожна третя Ось так і було По-друге Кончаткове об'єднання З Польщей У одну державу Все ж таки Погражає нашому Суверенітату Гэта завсёду Небезпечна Гэта об'єднання Але про гэта У наступних программах Потім працягнем Гэтую тему А тема у нас одна Новіних історій Назад у будичиню Я завсёду з вами Лявон Вольський Пакуй Пакуй Растяпа Йон нам близкий И родный Ох, хоть і злоборцам Олень ісгородний Усё водвоює Усё повертає Одно, що держава Ужов буде не тая Я праву з тобой взял Приятший гню Назад вы бойте О, будучи Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok